Здравствуйте! Это программа подробностей. Сегодня отмечается Международный день охраны окружающей среды, а в России еще и отмечается День эколога. В этот день мы пригласили в студию человека, ответственного за экологию, скажем так, в администрации города Рязани. Это Ольга Свинцова, заместитель начальника городского управления планирования пространственного развития и транспортной инфраструктуры. Здравствуйте, Ольга Николаевна! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Поздравляю вас с профессиональным праздником в первую очередь. Скажите, а вообще в Рязани профессионалов-экологов их много? Точной статистики нет, но я смогу сказать и уверенна в том, что профессия эколога – это очень востребованная и перспективная профессия, и есть и основания говорить, что у нее есть блестящее будущее, потому как сегодня экология – она достаточно распространенная наука, и ее можно встретить не только в части промышленных предприятий, которые являются загрязнителем окружающей среды, но также есть такое понятие достаточно широкое, например, как экология жилья, экология быта, экология пищевых продуктов. Поэтому на сегодняшний день очень много научных разработок по экологии, это по зеленым технологиям, по очистке промышленных, сточных вод, очень много методик для лабораторных исследований. Поэтому экологи – это достаточно распространенная профессия и нужная профессия, и я думаю, все специалисты, дипломированные, которые завершили свое образование, найдут практическое применение. У нас в Рязани готовят экологов? Да, у нас в Рязани готовят экологов, у нас три ведущих вуза – это Рязанский государственный университет, Рязанский университет сельхозакадемии имени Костычева, а также Рязанская радиотехническая академия готовит специалистов по направлению экология. Ну, кроме того, в Медицинском университете есть еще такой факультет, как Санитария гигиена или Медицина общественного здоровья. Это специалисты, которые в том числе занимаются проблемами экологии. Вы уж простите, что я в праздник о грустном, но, тем не менее, все-таки не говорите о проблемах, проблемах охраны окружающей среды в рамках нашего города. Даже в праздничный день считаю неправильным. Не секрет, что основные проблемы окружающей среды нашего города в последнее время связаны с микрорайоном Дашково-Песочное и с тем атмосферным воздухом, который периодически в этом микрорайоне не соответствует нормам. Проблема известна, много о ней сказано. Я понимаю, что не в силах только администрации города Рязани эту проблему решить, но, тем не менее, есть ли какие-то попытки? Да, безусловно, для Рязани, как для любого крупного промышленного центра, есть такие проблемы. Это основные проблемы, которые выходят сегодня на первый план. Это загрязнение атмосферного воздуха в отдельных районах города Рязани. Вы уже назвали его. В основном это Дашково-Песочное, а также Соколовка, Турлатово, поселок Мирный. Это проблема, которая носит комплексный характер. Это проблема, которая решается во взаимодействии с федеральными службами, а также с природоохранной и межрайонной прокуратурой. У нас есть порядок взаимодействия, так как очень много служб действительно отвечает за качество атмосферного воздуха. Для того, чтобы как-то унифицировать и сделать работу оперативной, был заключен порядок такой, разработан два года назад. Он хорошо работает, уже слаженно работает. Что касается администрации города Рязани, именно когда эта проблема появилась, и появилась она три года назад, нами была приобретена передвижная эколого-аналитическая лаборатория. И цель приобретения – это, конечно, быстрое оперативное реагирование на жалобы жителей. Она сейчас работает в круглосуточном режиме, выходные и праздничные дни. И по звонкам жителей по диспетчерской линии, которая также многоканальная и круглосуточная, выезжает в различные районы города и оперативно передает данные об исследованиях в другие службы, в случае, если таковые превышения имеются, для того, чтобы принять меры воздействия или выявить источник загрязнения. Я хочу сказать, что в последнее время этот вопрос обсуждался с общественностью. Общественность – создана рабочая группа, общественность там широко представлена. Это и советы территории, это территориально-общественные самоуправления, Дашково-Песочни, поселка Карцево, председатели – это депутаты Рязанской городской думы и областной думы. И на эти рабочие встречи приходят ответственные федеральные органы власти, поэтому у нас ведется открытая беседа о проблемах города, потому как общественность высказала о том, что они должны знать, они имеют право, действительно конституционное право знать, каково сейчас загрязнение атмосферного воздуха. И по их просьбе мы информируем общественность, все результаты о анализах атмосферного воздуха размещаем на сайте. И я хочу сказать, что есть первые конструктивные шаги в совместном решении этого вопроса. Очень рада, что общественность поднялась, и в экологии очень важен общественный контроль, в том числе за деятельностью промышленных предприятий. И в ближайшее время у нас есть в планах проверка промышленных предприятий Южного и Восточного промышленных узлов. Николай, ну еще один важный момент, это количество зеленых зон. Рязань ведь был самым зеленым городом, по-моему, центра России, если не всей России, буквально там 20-30 лет назад, к сожалению, в начале 90-х вот это вот все утратилось. И сейчас мы уже не самый зеленый город. И проблема зеленых зон, проблема зеленых насаждений имеет место быть. Отрадно, что в последнее время заметна тенденция к тому, что зеленые зоны все-таки сохраняются, появляются, новой и, что немаловажно, благоустраиваются. Потому что просто когда зеленая зона, а там все, извините, заросло травой и кустарником, это неправильно. А когда зеленая зона становится местом отдыха, это очень хорошо. И вот эта тенденция появилась. Она пока еще вот, скажем так, такая хрупкая. Но вот удастся ли ее сделать прочнее? Я думаю, что удастся, потому как сейчас занимается администрация города Рязани развитием зеленых зон комплексно и системно. И начали мы заниматься с разработки концепции развития зеленых зон города Рязани. Концепция – это, конечно, стратегический документ. Он рассчитан не на одно даже пятилетие, это до 2020 года. Но все-таки в нем есть четкие этапы. А что касается ближайших планов администрации города Рязани по зеленым зонам, как вы правильно заметили, у нас две основные задачи. Это развитие зеленых зон и создание новых зеленых зон. В первую очередь мы в этом направлении обратили именно на Дашково-Песочинский район, в связи с тем, что там имеется определенный недостаток зеленых зон. Мы сделали в концепции один из больших разделов – это обеспеченность зелеными зонами территории города Рязани. У нас есть два микрорайона, у которых такой как бы недостаток имеется. Это Дашково-Песочня и Канищево-Недостоево. Поэтому в Дашково-Песочне будут созданы новые зоны – это сквер на улице Советской Армии, 2,6 гектара. Перед кинотеатром «Октябрь». Да, перед кинотеатром «Октябрь». И если жители уже заметили, там в течение четырех дней уже ведутся работы. Поэтому пусть жители не переживают, это и начались работы по закладке, по строительству сквера. И второй объект, который очень важен и для администрации, и для жителей, особенно района Дашково-Песочни номер 4,5 – это зеленая зона Дубовая аллея. Есть определенные конструктивные подвижки, заключено соглашение на разработку проекта и на благоустройство Дубовой аллеи. Там у нас будет бульвар. Это планы 2014 года. Что касается других зеленых зон, есть конкретные планы по парку Гагарина, по его благоустройству, по Центральному парку культуры и отдыха, а также по парку Комсомольскому на улице Новаторов. Там будет инфраструктура, определенным образом благоустраивается и развиваться для того, чтобы мы начали с базового уровня, общераспространенные. Это детские игровые площадки, площадки отдыха взрослых и большое внимание, конечно, развитию спорта, спортивным площадкам. Это та минимальная инфраструктура, которая должна быть в каждом парке. Ну а потом изюминка для каждого парка, она будет выбрана, в том числе с учетом мнения населения и общественности. Ну и первую работу администрации города Рязани уже жители оценили по достоинству. Она завершена. Это новый сквер на улице Горького-Виденской. Николай, я благодарю вас. Спасибо, что вот в этот праздничный день нашли время и пришли к нам в студию. Сегодня, напомню, еще раз в России отмечается День Эколога и сегодня Международный День Охраны Кружающей Среды. Евгений, пользуясь случаем, я, конечно, очень хотела поздравить не только профессиональных экологов города Рязани, Рязанской области, но я хотела поздравить все население. Труд эколога – это напряженный труд, это очень сложный труд, но тем не менее это благородная профессия. Всем желаю крепкого здоровья, терпения и, безусловно, будут определенные результаты. Спасибо. И чистого воздуха всем нам. Ольга Свинцова, заместитель начальника управления городского планирования, пространственного развития, транспортной инфраструктуры, администрации Рязани. Это была программа подробностей. Строительная компания «Мервинский» предлагает квартиры в привлекательном и удобном для проживания многоквартирном доме в центре города. Жилой комплекс бизнес-класса «Маяковский» – это удобная современная планировка, импортные лифты, автономное топление, подземная парковка. Подробности по телефону. Три пятерки, три ноля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова